Всем доброе утро! 31 марта на календаре, день недели четверг, последний день марта, первого месяца весны. И его вместе с вами провожаем мы, Катерина Винокурова, Павел Танин. Да, сегодня, как и всегда, как каждое утро, будем заряжаться на максимальное количество позитива, полезности и так далее. Но начнем, конечно же, мы с погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 16-27 градусов, в Заречной группе от 15 до 27, в Южных 10-11, в Вилюйской 16-26 градусов, в Нижнеленских 20-24, в Западных 8-11, в Колымен-Дигирской группе 23-31 градус, в Янских 24-35 градусов, на Северо-Западе 18-29. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 15 градусов мороза, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают слабый снег, ветер северо-западный до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 5-7 градусов мороза. Ну а накануне в столице республики завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Большие вызовы». О проектах будущих якутских ученых расскажет наша коллега Строглан Неустроева. За 5 лет реализации проекта «Большие вызовы» на территории республики конкурс показал, это не просто возможность для учащихся обменяться опытом с настоящим научным сообществом, но и успешно поступить и трудоустроиться в дальнейшем. При этом исследования, проводимые школьниками, действительно могут со временем быть применены на практике. Основная задача – это дать возможность практической реализации планов детей, проектов детей. Потому что дети очень много придумывают, но для того, чтобы это реализовать, нужны, во-первых, знания и нужна база, на которой это реализовать. Поэтому здесь есть партнеры. По итогам конкурса были выявлены 5 победителей. Несмотря на юный возраст, многие из них в «Большом вызове» участвуют уже не в первый раз. Так, за плечами у Екатерины Мерекяновой уже большой опыт научных исследований. Перед защитой проекта, как признается Екатерина, она совсем не волновалась и была настроена исключительно на победу. Я начала проектом заниматься еще летом 2020 года в программе «Сириус лето». Я разрабатывала бизнес-план, также я участвую и в бизнес-проектах. По данному проекту я победила на конкурсе «Высший пилотаж» в республиканском треке. И сейчас готовлюсь к всероссийскому. Большое внимание эксперты уделили и тем, чьи разработки могут применяться на благо республики. Так, партнер конкурса «Целевой фонд будущих поколений» вручил специальный приз семи участникам. Это сертификат на участие в акселерационной программе «Софт-скилз» парка будущих поколений. Экселерационная программа связана с проектом «Мы – будущее России», где мы закладываем то, что патриотическое воспитание не состоит в каких-то лозунгах и так далее, а состоит в том, что дать возможность ребятам что-то сделать такое нужное, полезное для своей малой родины. Региональные этапы конкурса, помимо республики, завершились в более чем 70 субъектах страны. Сам этап проводится при поддержке образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Там же якутские победители и 17 финалистов продолжат свои научные проекты. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Актемцы. Означимость этого конкурса для детей, а также для развития региона накануне мы поговорили с экспертом этого конкурса. 53 учащихся школы республики с 7 по 11 классы приняли участие в республиканском этапе регионального трека всероссийского конкурса «Большие вызовы». Защита проектов прошла по 10 направлениям. Участники представили экспертной комиссии свои инновационные разработки и исследования. Конкурс показал, что это не просто возможность для учащихся обменяться опытом с настоящими научными сообществами, но и успешно поступить и трудоустроиться в дальнейшем. При этом исследования, проводимые школьниками, действительно могут со временем быть применены на практике. Сегодня у нас в гостях Ксения Сальникова, директора Международной исследовательской школы города Москвы. Ксения Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пригласили. Ксения Сергеевна, вы не в первый раз бываете, в частности, на данном конкурсе. Расскажите, как прошел региональный трек в этом году, каковы ваши впечатления? Вы знаете, у меня самые хорошие впечатления. Мне вчера удалось довольно подробно пообщаться с ребятами. И в первую очередь, мне было очень интересно встретить столько ребят из разных регионов Якутии, которые настолько увлечены тем, что они делают. Действительно, у них горели глаза. И это была ситуация, когда они сами приглашали экспертов на свои стенды. Они просто очень хотели поделиться тем, что они сделали. И главное, тем, что они еще собираются сделать. То есть, многие из них не останавливаются на достигнутом, а планируют в дальнейшем развивать свою работу. Это было очень приятно услышать. Развиваться, да? Да. Расскажите про связь будущих и прошедших международных исследовательских игр. Международные интеллектуальные игры 2018 года. Это были первые международные интеллектуальные игры. Я их помню достаточно хорошо, потому что это было поистине масштабное международное событие, которое собрало под своей шапкой целый ряд мероприятий разного формата, соревновательных и направленных на сотрудничество. И мне кажется, это было сделано впервые в истории. В этом мероприятии приняли участие школьники, педагоги и деятели образования из 40 стран мира. И это действительно было такое масштабное явление, которое привлекло внимание к якутскому региону очень сильно. А сегодняшние игры вышли на новый уровень уже? Вы знаете, сегодняшние игры, они тоже уникальны. Уникальны по-своему. Во-первых, когда еще на этапе планирования организаторы начали работать над концепцией этих игр, они столкнулись с реальным вызовом. Вот мы снова о вызовах говорим, потому что началась пандемия и все сели на карантин. И стали думать, как же можно реализовать эти игры в условиях карантина, потому что организаторы ни в коем случае не принимали для себя вариант, когда игры будут отменены. И то, что нам казалось невозможным 4 года назад, стало возможным сегодня. И эти игры уникальны тем, что они проходят сразу в трех форматах. Дистанционном, очном и смешанном. То есть очно-дистанционном. А также эти игры включают в себя предварительный подготовительный этап, который уже начался 15 марта и продлится до 23 мая. Я всех приглашаю активно принимать в нем участие. Предварительный этап представляет из себя увлекательный марафон исследовательских заданий. Любой школьник, которому интересна наука или который хочет себя попробовать в исследовании, может принять участие в этом марафоне. Это совершенно бесплатно и доступно каждому. Дело в том, что задания имеют разный уровень сложности и разную предметную ориентацию. Каждый может выбрать то, что ему интересно. По итогам марафона ребята накопят баллы, получат обратную связь от экспертов. И лучшая из них получит возможность принять участие в событиях основного этапа МИИ. Вот как раз таки мы заговорили о Международной исследовательской школе. Будет проходить она в третий раз. Да. Нам очень приятно вновь вернуться на якутскую землю. И мы очень рады, что снова нас принимает Якутия. Пару слов скажу о Международной исследовательской школе. Это такой научный лагерь для старшеклассников, в рамках которого ребята из разных стран, в международных командах выполняют групповые исследовательские проекты. И нам почему всегда приятно возвращаться в Якутию? Потому что здесь очень интересный сам предмет исследования, связанный как с уникальной якутской природой и культурой, а также с уникальными темами научными, специфическими именно для этого региона, такими как палеонтология, мерзлотоведение, изучение климатических изменений и другие темы. Выпосредственно, да. Сложно попасть в школу? На школу есть отбор, конечно. В этом году он будет проходить как раз в основном по итогам вот этого предварительного этапа. Так что не пропустите, принимайте в нем участие. Ну и, конечно, важным критерием для отбора на международную школу является знание английского языка. Кстати, на предварительном этапе оно вовсе не обязательно. Мы как раз организуем его для того, чтобы вовлечь в исследовательскую деятельность самый широкий круг школьников, даже тех, кто никогда этого не пробовал. И даже знание языка не является здесь барьером. Ну а если вы хотите попасть на международную исследовательскую школу, то здесь надо, конечно, учиться английскому языку. Ну, может быть, не в этом году, но в следующем вы сможете принять в ней участие. Ксения Сергеевна, научно-исследовательская деятельность, она, конечно, непосредственно может поменять на развитие страны и региона, да? В частности, вот вы как считаете, к лучшему ли эти изменения и какими они будут? Ну, конечно, проектно-исследовательская деятельность очень полезна и для региона, и для страны. В первую очередь потому, что она учит наших ребят мыслить креативно и критически. Ведь вы знаете, какими бы хорошими и качественными предметными знаниями не обладали ребята, может случиться так, что они просто не смогут их применить в какой-то новой непредсказуемой ситуации. А мир сегодня, как мы знаем, меняется очень интенсивно, и мы даже не знаем, к чему мы можем быть готовы завтра. И проектно-исследовательская деятельность в ее основе как раз лежит умение действовать в ситуации неопределенности, анализировать текущую ситуацию, исходя из этого анализа, искать решения, ставить вопросы, искать на них ответы, мыслить критически, как я уже сказала. Поэтому без проектно-исследовательской деятельности, конечно, никуда. Кроме того, проекты-исследования зачастую связаны с тем, что окружают ребят, что им интересно, какие вопросы они задают, наблюдая мир вокруг нас, или с какими проблемами они сталкиваются и хотят их решить. Поэтому проектная деятельность, она как раз направлена на решение в том числе региональных проблем или проблем актуальных для региона. Спасибо. Спасибо. Ксения Сергеевна, спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в студию. До встречи на нашей якутской земле и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо, что пригласили. До встречи. Вот такая информативная беседа получилась. Прямо сейчас у нас на очереди информационная служба нашего телеканала, которая поделится последними новостями, после чего мы продолжим. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. 1396 вагонов с грузами находятся на инфраструктуре компании железной дороги Якутии. На сегодняшний день задействованы все возможные резервы для обеспечения своевременной выгрузки товаров народного потребления и перевозки в город Якутск. Все вагоны с предельными сроками доставки до 5 апреля планируются выгрузить и доставить до получателей. До 10 апреля работа пойдет с опережающими темпами. Груза будут доставляться раньше запланированных сроков. Также на станции Нижний Бестях работают три маневренных локомотива в этот период для того, чтобы обеспечить своевременно фронты выгрузки. Если брать в среднем, в течение недели, то в рабочие дни 120 вагонов, в выходные дни 115 вагонов. Тарификация, она устанавливается предскурантом 10.01. Соответственно, ежегодно на начало 1 января цены, как, скажем так, тариф, как устанавливается, он так и остается. Единственное, что на начало следующего года будет регулировка цен, в связи с закрытием переправы она никак не поднимается, не опускается. Это фиксированная тарифная ставка по перевозке на сети железнодорог. Библиотека созвездия в Якутске открыла сектор электронных услуг. Это оснащенный кабинет, в котором с помощью сотрудников библиотеки можно оформить электронные документы через портал госуслуги ИЕ Якутия и направить в необходимое учреждение. В 2019 году этот пилотный проект был успешно запущен на базе Национальной библиотеки Республики. А уже в этом году такие же сектора откроются и в других библиотеках. Также стоит отметить, что открытие сектора прошло в рамках празднования столетия ЯССР и 10-летнего юбилея библиотеки. Так, юбилейные мероприятия завершатся 22 апреля фестивалем Open Space на базе самой библиотеки. Вообще в прошлом году было заключено трехстороннее соглашение между Централизованной библиотечной системой, Многофункциональным центром Мои документы и Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия об открытии секторов электронных услуг на базе библиотек. Наши сотрудники прошли стажировку, обучение и будут помогать заявителям подавать заявления на получение пособий, льгот, выплат. Региональное отделение «Союз женщин России» в Дальневосточном федеральном округе выступили с инициативой сбора подарков для ребят, участвующих в спецоперации на Украине. К ним присоединились и общественные организации Верхневилюйска. Они отправили товары первой необходимости. Сбор и доставка в город Якутск планируется до 4 апреля. Женсовет Верхневилюйска и улусные общественные организации «Женщин» старательно собирали посылки для солдат с надеждой на их скорейшее возвращение домой. Нас поддержали и активно участвовали, чтобы наши сыновья, братья, достатки были, и им этот подарок принес радости. Их дома ждут матери, жены, дети, чтобы они вернулись здоровыми, целыми. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем вместе с вами встречать сегодняшний день. 31 марта, последний день марта, последний день первого весеннего месяца, но еще не весны. Тем не менее, это все нам намекает на то, что лето, оно вот-вот уже рядышком рукой протянуть и все. Тем временем в России появилась новая социальная сеть «Наух». Приложение уже доступно для устройств iOS и Android. Во главе команды разработчиков стоит бывший сотрудник Яндекса. Отечественная соцсеть призвана заменить прошлую популярную зарубежную сеть, запрещенную нынче в России. Для регистрации в «Нау» требуется ваше имя, почта и пароль. Подтверждение не запрашивается. Общий интерфейс максимально интуитивно понятен. Он почти целиком дублирует уже тот, к которому мы все привыкли. Снизу представлено пять вкладок, лента, поиск по свежим публикациям и друзьям, кнопка для выкладывания фото, лайки, страница профиля. Разработчики даже скопировали интерфейс редактирования профиля. В первой вкладке отображаются посты пользователей, на которых вы подписаны. Они показываются в плиточном формате сверху вниз. Разработчики «Нау» сообщили, что уже на сегодня в соцсети зарегистрировалось более 25 тысяч человек. Из них 10 тысяч скачали бета-версию приложения на iOS. И у нас вопрос к вам, дорогие телезрители. Какую отечественную социальную сеть вы вообще предпочитаете? Свои ответы можете прислать на наш номер. Номер 8-900-14-273-4488. Сообщение присылайте при помощи мессенджеров. Можете нам туда написать. И интересно, конечно же, ваше мнение. Какую отечественную социальную сеть вы все-таки предпочитаете сегодня? Да, пишите. Мы будем ждать и общаться. Хорошая новость для всех жителей Москвы. Ну и для ее гостей. Также администрация города решила продлить акцию «Время ранних» в столичном метрополитене до конца текущего года. Говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Благодаря акции пассажиры могут ездить со скидкой утром во внепиковое время на двух линиях метро. Скидки на проезд до 50% действуют для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15 часов утра. Это первый пилотный проект такого рода вообще в нашей стране. Он был запущен аж в ноябре 2020 года с целью снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. Всего с запуска акции было сэкономлено более 425 миллионов рублей. Отличная новость, по-моему, особенно для таких ранних старших, как мы с тобой, Паша. Поэтому те, кто собирается в командировку или в поездку в центр страны, то берите на заметку. Да, тем более, что, как правило, посетить Москву, это нужно очень много чего за день успевать, мне кажется. Другой вопрос. А есть ли вероятность, что до нас подобные эксперименты когда-нибудь дойдут? Например, в том же Якутске с утра автобус, например, скидка 15, ну там не 15, 50, скажешь. Почему им там можно 50, а нам нельзя 50? Да, ну я бы ездила. Я бы тоже ездил на автобусе. С радостью. Езжу ли я на автобусе без скидки, тоже езжу. В принципе, я при любом раскладе бы ездил на автобусе. Ну было бы еще лучше, да, согласитесь. Между тем, продолжаются школьные каникулы у детей нашей республики. Сейчас как раз с каждым днем все теплее и теплее, гулять на свежем воздухе как никогда полезнее. Дышать полной грудью и исследовать, видеть красоту не своих, а четырех стен. Да, красоты мира окружающего. Вот в Дюрбе, например, для этого не потребуется больших усилий, ведь Центральный городской парк отдыха и культуры открыт для отдыха круглогодично. Центральный парк отдыха и культуры вне зависимости от сезона является любимым местом для отдыха жителей и гостей города Нюрба. Сейчас во время весенних каникул дети и взрослые в выходные и в будние дни любят отдыхать в парке. Здесь работает прокат лыж и коньков. Можно также подкрепиться в теплом кафе, расположенном в павильоне парка. Ну вот, первый год, после первого года, да, мы заметили, что некоторые преобразования нужно вводить, постепенно трансформировать, подстраивать вот под потребности горожан. И поэтому вот у нас раньше здесь были летние павильончики для торговли. Мы заметили, что недостаточно, ну как бы они покрывают, вот, покрывают, да, вот потребность в организации летней продажи. И то, что, ну, не очень это удобно, что они здесь находятся. Поэтому мы вот прошлым летом сделали отдельные торговые павильончики, 7 штук. Раньше здесь было 4 только. И теперь вот уже там будут, ну, там уже работали прошлым летом. И вот в освободившемся месте мы вот придумали вот так сделать. Для этого вот тоже наши ребята сами сварили на базе, сделали качели. И вот получилось, по-моему, здорово. Дирекция развития общественных пространств города совместно с общественными организациями, активистами организуются различные мероприятия, проводятся мастер-классы. Ну, вообще, нюрбинцам очень повезло, что у нас есть такое креативное пространство, как наш Центральный парк культуры и отдыха. А здесь у каждого человека есть возможность отдыхать. Кроме того, проводить время с пользой. Например, мы матери Сайды с нюрбинского района проводим здесь свои мастер-классы. А кроме того, наша библиотека проводит тут выездные всякие мероприятия, читальные избы. Ну, то есть очень много всего интересного. Вот сегодня у нас как раз-таки мастер-класс по изготовлению хачапури, грузинского национального блюда. Как раз-таки под эгидой весна начинается в парке. Все вместе мы объединились и готовимся к везде. Очень хорошо, что у нас появилось такое место, где можно провести в свободное время со своей семьей. Мы очень любим каждый день... Вот, например, они, товарищи. Мы очень любим каждый день бывать в парке. И зимой, и весной, и летом, и осенью. В любое время года мы приходим, гуляем, катаемся на велосипедах, катаемся на коньках, на лыжах, на горках. Поэтому очень интересно. В теплую весеннюю погоду прекрасно покататься на коньках, лыжах, подышать свежим воздухом, наслаждаться теплыми солнечными лучами, встречаться с друзьями, проводить время с пользой. Люди сюда приходят отдыхать. Есть прокат лыж, коньков. В летнее время тоже есть прокат самокатов, велосипедов. Помимо этого я хожу в волевол еще. Здесь очень хорошо, сегодня очень хорошая погода, людей много. Здесь организован прокат коньков, лыж. А в летнее время уже прокат другого оборудования, как ролики, самокаты, велосипеды и прочее оборудование. Кроме того, основная другая часть парка, где у нас и прогулочные дорожки, и летняя часть, она тоже, в принципе, функционирует. И в зимнее время там сейчас гуляют, и вот у нас включается музыка, в принципе. Люди там тоже постоянно проводят время. По освещенной аллее, которая у нас украшена красивыми гирляндочками, тоже зимой постоянно люди приходят, фотографируются. Это очень популярное место для фотосессий, которые там проводятся. И вот в части, где возле центрального входа, тоже вот у нас организована зона с качелями, там тоже постоянно даже, я видела, в минус 50 градусов, там детишки приходят, сидят, покачиваются. Вот примерно так. Независимо от погоды и времени года, жители и гости Нюрбы могут наслаждаться отдыхом в центральном городском парке. Кюнея Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев. Утро Якутии, НБК Саха. Жители столицы региона тоже не отстают от жителей районов. Например, в эти выходные в районе пляжа 202-го микрорайона в Якутске прошел традиционный забег на Кубок Водоканала. Он, кстати, смог собрать в этом году рекордное для себя количество участников. Главный весенний праздник бега. Так о ежегодном забеге говорят сами участники. Кубок Водоканала провели уже в третий раз и, как обычно, в день рождения предприятия. В дебютный для себя 2020 год из-за пандемийных ограничений забег провели в онлайн-формате. В 2021 году праздник бега состоялся вживую. Тогда на старт вышло больше 170 человек. В этом году новый рекорд. Регистрацию прошли 235 бегунов. Сегодня же праздник, праздник бега. Он проводит уже который раз Кубок Водоканала. Очень красочно. И вот медали сразу выдают. И призовые хорошие. Поэтому вот это праздник бега именно весной. Главный пробег. Главный весенний пробег. Да, можно сказать. Забег на Кубок Водоканала проходит в трех дисциплинах. Три, десять и двадцать один километр. Традиционно большим спросом пользуется самая короткая дистанция. В ней же могут участвовать и дети от 12 до 17 лет. Самыми зрелищными, как правило, становятся старты на 10 и 21 километр. В последней дистанции традиционно участие принимает генеральный директор Водоканала. В прошлом году подъемов спусков было много. Там песчаные были места. Там, конечно, физики было намного больше. А здесь трасса вообще ровная, как блюдечко. Самое главное, не скользкая так. Поэтому я благодарю нашему аэтотранспортному цеху за такую трассу. Всем организаторам. За этот хороший праздник. Несмотря на то, что забег проводится в Якутске, его смело можно считать республиканским стартом. Свидетельство тому участие большого количества спортсменов из районов Якутии. Мегеда Конголасского, Чуропчинского, Татинского, Усялданского, Намского и других. А значит, забег и дальше будет проходить каждый год в день рождения Водоканала и становиться главным весенним праздником бега еще для большего количества людей. Как мы уже говорили, сегодня последний день марта. На Руси, это день памяти святителя Кирилла, начинали подготовку к пассивным работам. Крестьяне 31 марта совершали специальные обряды и ритуалы. Люди заговаривали поля, чтобы получить хороший урожай. Вот о других народных приметах и не только вообще о событиях этого дня, произошедших за всю историю человечества, об именинах в том числе. Узнаем дальше. На календаре 31 марта сегодня отмечают Международный день резервного копирования, день бэкапа, праздник огня воинов, день апельсинов и лимонов, день цветных мелков. По народному календарю сегодня отмечают Кирилл Дериполос, день памяти святителя Кирилла, архиепископа иерусалимского, жившего в IV веке. Своё прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянью снега. Выехав утром на санях на снег, растаявшие накануне на жарком солнце и подмерзшие за ночь, можно было действительно ободрать подлозья Анаст. В народе об этом дне говорили. На Кирилла и спереди, и сзади зима. То есть можно было ещё опасаться весенних заморозков. Впрочем, если в этот день зацветала мать и мачеха, это свидетельствовало о скором приближении лета и тёплом начале апреля. События в этот день. В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Уитком Джадсон изобрёл новую застёжку, которую назвали «молнией». Был заключён контракт на право сборки в России автомобилей марки «Даймлер». В этот день завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. В Советском Союзе осуществлён запуск первого искусственного спутника Луны. В этот день родились Рене Декарт — французский философ, математик, физик, физиолог. Иоганн Себастьян Бах — немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. Йозеф Гайден — австрийский композитор, представитель Венской классической школы. Александр Веденский — русский философ, психолог, логик. Роман Клейн — русский советский архитектор, реставратор и преподаватель. Александра Калантай — русская революционерка, советский государственный деятель, дипломат. Сергей Дягилев — русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат. Корней Чуковский — русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок. Александр Збруев — советский российский актер, театр и кино, народный артист РСФСР. Владимир Винокур — советский российский артист эстрады, певец, телеведущий, народный артист РСФСР. Лайма Вайкули — латвийская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Латвии. Павел Буре — советский российский хоккеист, призер Олимпийских игр. Именины сегодня отмечают Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся. Или, может быть, тем, кто уже в последних приготовлениях перед выходом на работу и пьет, допивает свою кружечку утреннего чая. И получает свою порцию удовольствия. Да. Знаете ли вы, что есть люди, для которых чаепитие не момент отдыха, а работа? Тит-тестер — так называют людей, занимающихся дегустацией чая. И сейчас один из представителей этой необычной профессии расскажет о своей работе подробнее. Всем добрый день, меня зовут Иванов Лазарь. Я являюсь чайным специалистом уже на протяжении четырех лет. И сегодня я вам поподробнее расскажу о своей профессии и что это вообще значит. Сама работа тит-тестера изначально появилась примерно в 16-17 веке, как только уже зародился чай. И уже в то время появились люди, которые начали изучать данную культуру. И распознавать разные вкусовые ноты, распознавать градации вкусовых изменений в зависимости от региона, в зависимости от культивации, в зависимости от метода сбора, в зависимости от переработки и так далее. Потому что все эти факторы влияют очень сильно на итоговый вкус напитка. Но особую распространенность данная профессия в России и в частности в нашей республике нашла относительно недавно, в современном 21 веке, это примерно 2010-2012 года. Какие качества в человеке нужны будут, чтобы работать тит-тестером? Ну, в первую очередь, само собой, это любовь к чаю и любовь к распознаванию чего-то нового, чего-то необычного. Потому что каждый чай будет иметь все равно свои особые вкусовые черты. Какие знания понадобятся человеку, чтобы вступить в данную профессию? В первую очередь, это даже не знания химии, биологии. Конечно, базовые элементы и базовые знания вам пригодятся, но в первую очередь, это все-таки нужно будет хорошо знать процесс создания и приготовления чая. Потому что чай, это, знаете, такая удивительная штука, где, по сути, самую особую распространенность имеет камелия китайская. Это классический, истинно исконный куст, из которого делают практически все чаи. Это касается черных, зеленых, улунов, белых, красных и так далее. И вот, дорогие друзья, представьте, один чайный лист от одного и того же растения, в зависимости от региона произрастания, в зависимости от разных условий произрастания, от разных методов переработки и сбора, может быть абсолютно совершенно разным. Может идти градация от абрикоса, персика или каких-нибудь очень нежных цветковых полевых вкусов. И лично меня особенно именно это притягивает. А на очереди наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с малышом по имени Лев. Этого милого малыша зовут Лев. Леве у нас один год и четыре месяца. Он у нас веселый, любит играть с игрушками, наблюдает, с детьми очень хорошо ладит. Учится ходить на ходунике, но пока не умеем кушать с ложечки. Да, Лева? Лево – любознательный и открытый ребенок. Он много лопочет и живо интересуется всем вокруг. Лево – любознательный и открытый ребенок. Каждый год плановое обследование наблюдается у специалистов и получается ответствующее лечение. Мы надеемся, что для Левы найдутся те, кто окружит его вниманием и заботой и станет для него семьей. Добром можно делиться в любом возрасте. Это доказывают участники фестиваля добровольцев серебряного возраста, проходившего в Якутске под названием «Главное, ребята, сердцем не стареть». Как отмечают организаторы, еще недавно считалось, что с выходом на пенсию у человека резко сужается круг интересов, поскольку, в принципе, он уже не ждет ничего нового от жизни. И лишь недавно пенсионеры смогли изменить это мнение и заявить о себе в полный голос вслед за некогда знаменитым советским поэтом Владимиром Маяковским. «Лет до ста расти нам без старости». В период усиления мер по борьбе с COVID-19 многие пенсионеры стали волонтерами и помогали населению по различным вопросам. Не только уход и присмотр, но и покупка продуктов, питание нуждающимся. И сегодня об этом движении мы поговорим с участником фестиваля добровольцев Альбиной Булгатовой. Альбина Владимировна, доброе утро! Доброе утро всем! Расскажите нам, почему вы решили стать серебряным волонтером? Ну, так как стать как-то не было такой задачи, но я по жизни активистка со школьных лет. Само собой, да? Я родом из Советского Союза, все там мы активисты, комсомольцы, пионерия, студенчество, комсорги, комсоргом была, старостой курса. Ну, так всю жизнь, активный образ жизни вела, и поэтому к этому пришла как бы, ну, так как надо, как бы, оно само пришло ко мне. То есть в какой-то степени, можно сказать, это позитивные привычки заложены еще давным-давно? Да, давным-давно. Да, как стиль жизни. Образ жизни, скорее всего. Да, вот образ жизни заложенный с малых лет, можно сказать. Кому вы помогаете, то есть как волонтер? Ну, вот возьмем два года вот этих пандемий, да, очень тяжелое время было. Ну, несмотря на это, с соблюдением всех санитарных норм Роспотребнадзора, серебряные волонтеры помогали людям в тяжелой жизненной ситуации, помогали отцам-одиночкам, многодетным семьям, ну, и людям, которые нуждаются в помощи. Ну, разносили продукты, собирали деньги, закупали продукты, разносили им, ветеранам, малоимущим. Вот, и, конечно, тоже помогаем сиротам, детям-сиротам и детям, которые остались без попечительства родителей. Вот, конечно, это очень, как вы сказали, мне очень тяжело на них смотреть. Тоже было, всегда слезы подступают к горлу, потому что они смотрят на тебя такими глазами. И всегда думаешь, что же их впереди ждет, какими они вовсуты дни. И, конечно, вот это чувство такое, чувство доброты, желание дать людям добро, как-то свое тепло, вот. Ну, вот это вот, наверное, все и содействовало тому, что я пошла вот как бы в серебряный волонтер. Возвращаясь как раз к фестивалю, да, сколько сегодня у нас в Республике серебряных волонтеров? Ну, большое ли это количество или все-таки пока явление редкое? Да, вот на фестивале как раз и собралось более ста тысячи, ой, более ста людей со всех улусов, с районов, городов, республики. Ага. Ну, вот расскажите про мероприятие, как раз вот мы видим фотографии, да, на экране, как прошел фестиваль. Ну, фестиваль, во-первых, это дал мощнейший толчок развитию добровольческого движения. Да, да. И вот хочу сказать, что организаторы очень хорошо подготовили это все. Вот у меня с собой тоже есть вещи, которые они все подготовили. И хочу сказать, что вот этот фестиваль дал очень много мне. Вот я очень много узнала. У каждого выступающего были свои какие-то фишки, которых я вот, например, вообще вот не знала. И взяла себе на вооружение в своей работе. Вот. И что можно сказать еще, что люди, серебряные волонтеры, это я, как понимаю, по жизни такие же, как я, они по зову, сердце, по повелению, как бы говорится, души, бескорыстно идут на помощь людям. Идут к тем, кто зовет их, кто нуждается в них. Вот. И я восхищена такими людьми. Я смотрела, как у них горят глаза. Вот когда мы в ДК Кулаковского проводили концерт, вы посмотрите, как они молодо выглядят, хотя они в возрасте. Вот я говорю, не страшны им года, у нас душа молода. Искренне вам говорим, по домам мы не сидим. Мы пенсионеры, не стажеры, мы серебряные волонтеры. Это действительно так. Вот. Хвала и честь, конечно, таким людям. Вот я считаю, что это такие люди, они кладезь мудрости, знаний, жизненного опыта. И я думаю, что это наше достояние. Вот такие люди, это наше достояние нашей республики. И везде надо их приветствовать, помогать. Да, и какой пример они подают. Да, вот только что хотел сказать, что... Да, и вот они, я говорю, ага. И они всегда, вот посмотрите, какие они оживленные. Они подают пример жизнелюбия, жизнестойкости. Не падать никогда духом. И смотреть на жизнь позитивно. Да вот у меня вопрос немного, так сказать, с другой стороны, да? Родственники ваши, может быть, как-то были против вот вашего занятия волонтерствами? Или, в принципе, приняли это спокойно, да? Ну, как бы время такое наступило, да? Пандемия. Пандемия, тем более, беспокоилась. Ну, я что хочу сказать. Близкие, родные, дети мои всегда меня поддерживают. Они всегда говорят, вот у нас бабушка какая, дочь моя гордится мной. Всегда говорят, мамочка, мамочка, ты у меня молодец. Они меня всегда поддерживают. Ну, а в молодости, в юности, в школьные годы поддерживали родителей. Поэтому мне всегда было с этим легко. Никаких не было препятствий с их стороны. Я сама себе самодостаточный человек. Так что в этом проблем не было. Альбина Владимировна, как вы считаете, как нужно развивать вот это волонтерское движение? И почему? Ну, я считаю, что нужно вот... Есть же советы ветеранов. Они непосредственно работают с ветеранами. Но есть такая прослойка, когда человек работает, 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 вот как поезд идет, идет, и вдруг остановка уходит на пенсию. И чем заняться? Человек теряется. И вот мне здесь кажется, вот задача серебряных волонтеров – помочь им приспособиться к жизненным реалиям. Как вот им применить свои силы, способности свои, подсказать человеку, привлечь к своей работе. Мне кажется, вот в этом очень нужно серебряное волонтерство. Несмотря на то, что эти люди, я же уже сказала, что они богаты опытом. Вот эти опыт богатый, вот это знание надо передавать им, подрастающим поколениям, вот вам, молодым. Чтобы вы, глядя на серебряных волонтеров, тоже были у вас ориентиры какие-то жизненные, правильные ориентиры. Ну, Альбина Владимировна, спасибо большое, что поделились этой, ну вот, и опытом своим, и мнением каким-то. Действительно, волонтерство серебряное – это, вот мы сегодня поняли, что это, как минимум, ориентир для того, чтобы брать пример с него, к чему стремиться в жизни, именно вот внутреннего какого-то своего развития. Спасибо, что пришли к нам, спасибо, что пришли к нам, и на собственном примере показали, рассказали нам, спасибо большое. Да, желаем, чтобы движение развивалось, и серебряных волонтеров становилось еще больше. Да, и здоровья хорошего, да. Ну, а мы продолжаем, и наш эфир сейчас продолжит, наша традиционная уже рубрика «Киноафиша», и сейчас наш коллега Александр Хавренко расскажет о кинорепертуаре столичного кинотеатра «Лена». Пришло время узнать, какими новинками кино порадует нас в ближайшее время кинотеатр «Лена». «Сядь за руль моей машины» – фильм, снятый по произведению Харуки Мураками и получивший премию «Оскар» с 2002 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссера Ясуки приглашают поставить дядю Ваню для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя, молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Ясуки начинает переосмыслять свои отношения с женой, в которой они жили, казалось бы, в счастливом браке, до ее внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым. Неспешное роуд-муви с японским колоритом. Почему ты приехала в Хиросиму? Моя мать погибла во время схода лавины. Я не смогла ее спасти. Если бы я пришел раньше тем вечером, смог бы я что-то изменить? Лучший фильм Каннского кинофестиваля по версии критиков «Скрин Дейли». Сядь за руль моей машины. Мегре и «Таинственная девушка». Очередное киновоплощение произведений Жоржа Семенона. На этот раз образ гениального сыщика примерил на себя Жерар Депардье. Юная красавица Луиза, вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Ее тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Мотивы убийства неясны, но кто-то очень хотел, чтобы девушка исчезла. Но кто и почему? У следствия нет зацепок, и тогда за дело берется гениальный комиссар Мегре. Конечно, с годами обрастаешь броней. Но потом вдруг самое банальное преступление цепляет какой-то деталью. И тогда в твоем сердце открывается брешь. Мегре и «Таинственная девушка». И теперь отечественный производитель. Криминальная комедия «Бабки». Одиновкая пенсионерка Евгения Васильевна искренне не любит весь окружающий мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью. Грабитель отнял всю пенсию. Его сумасшедшая мать навязывается в подруги. ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде. А проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Не хватает только криминальных авторитетов в крышующих заведениях. И они приходят. С требованием компенсировать им убытки в несколько миллионов рублей. Но откуда простой пенсионерке достать такие деньги? Выход подсказывают сами бандиты. Нужно открыть новый бордель. Прямо у Евгении Васильевны в квартире. Не смей просирать свою жизнь. Вы что себе позволяете? Я ведь и врезать могу. Сажайте их быстро. Бабушки здесь ни при чем. Очень даже при чем. Последнее пришествие дьявола. Жуткий хоррор для любителей пощекотать нервы. Американский священник Питер Уильямс, работающий в Мексике, среди многих местных прихожан считается святым. Однако после давнего случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет ему придется вновь встретиться с тем демоном. И отец Питер вступает в тяжелый бой, где прежде всего ему необходимо победить демонов внутри себя. У нас тут необычный случай. В одном теле нет места для Бога и для дьявола. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как в аду. Как мне одолеть его? Для последней битвы не нужно верить в Господа. Нужно верить, что ты и есть Господь. Последнее пришествие дьявола. На этом у меня все. Увидимся в кино. А мы напоминаем, что сегодня последний день приема ваших заявок на участие в конкурсе двойников, которые мы объявляли в этом месяце и которые закончатся завтра. Завтра мы объявим победителя. Ранее мы уже показывали наших участников. И у нас есть на очереди еще одна участница. Диана Халысова, жительница города Якутска. Многодетная мама. Работает она в Республиканском социально-здоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов. По словам ее коллег и друзей, она похожа на певицу театра эстрады Нику. Она также, как и артистка, любит петь, часто посещает караоке, также очень любит готовить. На самом деле сходство поразительное, что я могу сказать. Да, сходство есть. Поэтому есть и шансы на победу. Напомню, что завтра, уже 1 апреля, мы в эфире объявим имя победителя, который получит приз главный. Подарок, да, фотосессию в нашей замечательной студии виртуальной. Причем в образе того, на кого похожи. Я решил тоже свою лепту внести с самого утра. Я ранее, еще недели три назад говорил, что я похож, ну мне говорят, что я похож на Криса Эванса. Мы решили сегодня, я, конечно, в конкурсе участвовать не буду, мы решили расставить все точки над «и». Дорогие друзья, номер ватсапа, помним, 8-914-273-4488. Я вам показываю фотографию, во-первых, номер, во-вторых, я показываю вам фотографию Криса Эванса и себя рядом. Вот скажите, похож ли я на этого человека или нет? Я даже голодок сделаю. Пишите нам на наши мессенджеры. Паш, каково тебе быть похожим на Криса Эванса? Ну, я до сих пор надеюсь, что однажды что-то произойдет, меня с ним наконец-таки в Голливуде перепутают. И что? И, пожалуйста, кинофильм «Марвел», и я в нем под другим именем. Все впереди, главное верить. Все у меня впереди, поэтому... Идать и мечтать. Вообще, нет, ну, Катя, ты как считаешь? Ну, я уже тебе говорила, что я думаю, что тебе льстят люди. Далее мы знакомимся с последними событиями, которые произошли в нашей республике. Слово нашим коллегам. Командно-штабные учения по подготовке к лесным пожарам и паводкам состоялись в Усть-Алданском районе в местности Неллен. В построении приняли участие филиал государственного автономного учреждения «Лесресурс», Усть-Алданское лесничество, мобильные бригады скорой помощи и полиции. На данный момент мы рассмотрели вопросы организации построения личного состава, а также техники, которая будет применяться в случае чрезвычайной ситуации. На данном этапе могу сказать, что в Усть-Алданском муниципальном районе сил и средств достаточны. Якутия приступает к выбору победителей конкурса на разработку мастер-плана города Якутска. Под председательством первого вице-премьера региона Кирилла Бычкова презентовали исследование комплексного потенциала развития столицы. В крупном документе презентации показали анализ приоритетов развития Якутска, оценили социально-экономические, демографические, историко-культурные и иные предпосылки роста города. Все это поможет участникам конкурса при разработке мастер-плана выявить потенциальные возможности и ограничения комплексных изменений столицы. Мы выберем три команды и до июля уже начнется предметная работа. Поэтому сегодня особенно важное мероприятие, когда оператор конкурса, наши коллеги с агентства стратегического развития центра представляют презентацию комплексного исследования градостроительного потенциала города Якутска. То есть полностью все сведения, вся информация собрана, и она будет предоставлена разработчикам для того, чтобы получить хороший объемный материал. Родители выпускников амгинских школ сдали единый государственный экзамен в рамках Всероссийской акции. В этом году экзамен прошел по математике на базе Амгинской среднеобщеобразовательной школы номер 2. Участие приняли около 10 родителей. Они прошли через все процедуры экзамена. Мероприятия акции проходят во всех муниципальных образованиях республики. К нам сегодня подошли родители выпускников из школ Амгинского лицея, первой школы и школы номер 2. Сдают по математике. В прошлом году было по русскому языку, а нынче родители сдают по математике базового уровня. Это те же аналогичные задания, которые будут предоставлены выпускникам школ. В итоге регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» подвели на базе Малой академии наук в Хангаласском Улусе. В финал прошли более 50 школьников с разных районов республики. Они подготовили свои научные проекты и защитили их перед экспертной комиссией. Больше всего проектов было представлено по направлениям агропромышленной и биотехнологии и новые материалы. В итоге эксперты определили 5 победителей и 12 призеров. Стартовал этот конкурс еще с 10 ноября 2021 года. И завершается он заключительным этапом в середине мая. Потому что нашим победителям и призерам еще предстоит собеседование с экспертами фонда «Талант и успех». Мы надеемся, что наши победители и призеры достойно представят нашу республику в проектной смене в июле месяце в образовательном центре «Сириус». На этом у меня вся информация. Спасибо коллегам. У нас еще одна новость. Еще одна новость. Об одном существенном, которое тоже похоже, это осетры. Кстати, я согласилась бы. В твоем сходстве. С осетры. У меня дома так и называют осетры. Житель Канады выловил в реке Фрейзер трехметрового осетра весом 272 килограмма. Огромная рыба попалась Иву Биссону, владельцу рыболовной туристической компании. Биссон выложил в сеть записи, на кадрах которой видно, как он вытаскивает огромную рыбу из глубины, ставит на нее метку, а затем отпускает в воду со словами «это невероятно». Ив Биссон считает, что он был первым, кто поймал этого осетра, поскольку на рыбе не было других меток. Так, белые осетры, кстати, обитающие в реке Фрейзер, могут жить до 100 лет и расти до 6 метров в длину. Представляете? Я не представляю. Но это вот знаешь, сколько там? 272 килограмма, да? Это вот как 5, ну ладно, не будем скромничать, как 6 меня. И 3 меня. А по росту? Да. Они до 6 метров достигают. Ну ладно, еще акула, там дельфины, кит, но осетр. Ну вот на такого осетра я точно похож. Друзья, на этой шутке, надеюсь, смешной, мы наш эфир сегодняшний заканчиваем. Завтра мы снова с вами увидимся. И хотелось бы, конечно, поговорить о том, что нас ждет завтра, чтобы вам было интересно. Во-первых, подведем итоги конкурса двойников. Потом, что у нас еще будет? Завтра Международный день смеха, 1 апреля. Мы сделаем подборочку всяких казусных моментов, которые с нами случаются здесь, и они случаются всегда, и вы это увидите. Да, поэтому будьте с нами, будет весело, интересно и, как всегда, с хорошим настроением. До завтра. Хорошего дня вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова